25 августа 1968 года группа советских диссидентов вышла к лобному месту на Красной площади, чтобы выразить свой протест против ввода советских войск в Чехословакию. Тогда лозунг «За вашу и нашу свободу» стал девизом диссидентского движения. К сожалению, и спустя 45 лет он остается актуальным. Акцию памяти, приуроченную к событию 45-летней давности, ждали особенно полицейские. Не успела группа активистов развернуть мини-баннер, как к ним тут же подскочили бдительные правоохранители. 45 лет назад произошло то, что произошло. Вы вышли на Красную площадь. Сейчас как-то очень быстро среагировала полиция. Где они есть? Вы знаете, я не знаю, потому что когда мы подходили сюда, то никакой полиции поблизости не было. Откуда они взялись так мгновенно? Мне непонятно, как только развернули плакат. Может быть, они действительно где-то поджигали, а может быть, это у них такое быстрое реагирование на всякие условия. То есть стали быстрее реагировать, чем при Советском Союзе? Вы знаете, на нас очень быстро среагировала так называемая часть по охране Красной площади. Вот. А в смысле забирать, то забирали нас с растяжкой. Они искали машины, потому что не было приготовлено. Они не знали, что будет демонстрация. Знали ли они сегодня, я не знаю. Скажите, пожалуйста, вот этот плакат за нашу и вашу свободу, он снова актуален. Почему? Как так получилось? Вы знаете, я думаю, он всегда актуален. Потому что всегда остается кто-то несвободный. И даже если бы не было сегодня в России политзаключенных, остаются политзаключенные в Китае, на Кубе. Понимаете, это всегда актуально. Глобальная проблема. Солидарность, это всегда актуально. Товарищ майор, пять минут, постоим и пройдем. Мы сами разойдем. Мы сами спокойно разойдем. Потому что здесь, потому что акция была здесь. Она была в этом месте. Подождите, вам же сказали показать. Товарищ майор еще не посмотрел. Пять минут, стоим и уходим. Давайте четыре минуты стоим и уходим. Не, ну, вы нам не дали постоять. Ваши сотрудники все встомкали, свернули. Сейчас уйдем. Просто постоим и все. Ну что, пожалуйста, проходите. Сейчас пойдем. Да, сейчас пойдем. Сейчас только покажем. Акцию памяти. Всего улобного места было задержано около десяти человек. Их доставили в ОВД Китай-город. История, описав круг, вернулась в Россию 21 века. Политзаключенные – отличительная черта нынешнего режима, столь яростно маскирующегося под демократию. Попрание прав граждан – тот столб, на котором держится мафиозно-полицейская система. И победить ее можно только, убив страх и равнодушие в себе самом. Я комментирую это их, увы, скажем так, необразованностью. Когда им объясняют разницу между мемориальной исторической и политической акцией, они этого не понимают. Ну, а у них всегда одно и то же. Они говорят, мы выполняем приказ. Забрали Сергея Шарова-Долане, двоюродного брата Вадима Долане, который был со мной в 68-м году на демонстрации. Который вместе с Павлом Литвиновым держал плакат за вашу нашу свободу. Тот плакат, который я сделала, простите, из простынок, из которых я делала подгузники для своего маленького сына. Вот я ночью на 25-е вырвала этот кусок из пластинки, из простынки, и написала на нем. Вот вы можете посмотреть. Это сделано с фотографией реального плаката, такого, каким он был. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Красная площадь.